Декоративные подушки – важная составляющая домашнего уюта. Все мои подушки сделаны своими руками. За основу были взяты старые подушки и подходящий материал. Начнем с джинсовых подушек, которые лежат на кухонном диване. У нас была джинсовая юбка с довольно симпатичной вышивкой. Из нее получилось несколько джинсовых подушек для кухни. Две из них выполнены в технике петчворк, а мои самые любимые – с кармашками и вышивкой. Они хорошо смотрятся на джинсовом покрывале. Юбка уже не нужна, а вышивка осталась на джинсовых подушках. Уютную спальню невозможно представить без декоративных подушек. Для подушки с зайчиками мы долго подбирали подходящий мех. В итоге остановили свой выбор на белых хвостиках из натурального кроличьего меха. А такая маленькая ароматная подушка, наполненная лавандой, нашла свое место в шкафу с одеждой. Она не только отпугивает моль, но и придает белью приятный запах. Дома был ненужный материал от старой шубы. Подушка получилась двусторонней. Ее можно переворачивать по настроению. Я заполнила ее неудачной подушкой, купленной в Икеа. Сюда она идеально вошла. Можно использовать подушки и более функционально. Например, в этой круглой меховой подушке я храню свои шарфы. Они не занимают место в шкафу. При этом подушка получилась довольно мягкая. Покажу вам процесс создания подушки с оленем. Вырезаем из фетра силуэт головы оленя и пришиваем к наволочке. Можно, конечно, ее приклеить, но лучше пришить. Шерстяные кисточки удачно дополнят подушку. Пришиваем их ко всем углам. С одной стороны у нас аппликация с головой оленя, а с другой обычный материал. У меня есть несколько вариантов наволочек. Наволочки можно менять по настроению. Таким образом будет меняться композиция из подушек. Подушки еще и закрывают трубу от батареи. Согласитесь, что с подушками намного уютнее. В сиреневой комнате лоскутная подушка в сиреневых тонах. Оригинальная подушка-мяч была сшита тоже из лоскутков во время чемпионата мира по футболу. К креслу я прикрепила ароматную подушку с наполнителем из лаванды. В комплекте с диваном шли такие подлокотники. Я долго не знала, что с ними делать. В итоге обшила тканью и поместила на спинке кресел. Согласитесь, что с подушками намного интереснее. А сидя на сиреневых подушках, лежащих на подоконнике, можно читать книгу и любоваться идущим снегом. Субтитры делал DimaTorzok